Автоледи напугала промозглая погода. В минувшие выходные в областном центре состоялся второй по счету конкурс «Королева дорог». В этот раз соревноваться в скорости и маневренности решили всего шесть девушек за рулем – из Иванова, Шуи и Владимира. В прошлом году участниц было в три раза больше. Корона-победительницы по правилам достается той, кто преуспеет в теоретическом и практическом испытаниях. Отвечать на тестовые вопросы о правилах дорожного движения – это скучно, решили организаторы и устроили творческий конкурс. За пять минут нужно ответить на 40 вопросов. В них задания о внутреннем устройстве машины, факты о марках авто, истории брендов. На практической части – скоростное маневрирование. Все упражнения на время, штрафные баллы за сбитые стойки. Есть особые элементы, например, крест, эстафета, колея. То есть, это вещи, которые больше к спортивным относятся, чем те, которые сдают на сдачи на права. Не просто женщина за рулем, а еще и блондинка Галина Гольцова прекрасно ездит вопреки стереотипам. За рулем она почти 19 лет. Треть из этого стажа работает инструктором в автошколе. Рассказывает, представительницы прекрасного пола на дорогах более аккуратны и вежливы. Подрезать нет, обгонять, конечно, могу, но почему бы нет? Почему я должна там плестись за кем-то, если я могу это сделать? Но грубить не буду абсолютно, подрезать никого не буду, нарушать не буду. Для Галины участие в конкурсе обязательное. Так она поддерживает престиж женщин за рулем. Отношение к дамам, управляющим средством повышенной опасности, у мужчин скептическое. И совершенно зря, уверена автоледи. Женщины у нас не только за рулем сидят, а еще управляют, женщины-пилоты у нас, да, самолеты. Самолеты управляют. И если мужчина подойдет, вот подойдет, приходит в самолет, садится. Там же представляют, кто пилот, там, экипаж. И объявляют женщину, ну что, они встанут и выйдут, что ли? Нет, конечно, они полетят и на этом самолете. А это Мария, новенькая на автосостязаниях. О конкурсе узнала по радио и сразу решила участвовать. Семья поддержала. По площадке автомобиль Марии едет не очень уверенно. Осторожно, будто крадется. Очень медленно, папа сказал. Ну, я думаю, что ничего страшного в этом. Ну, вот девочки мне показались прям молодцы. Все думают, что, ну, вроде женщины так скептически к этому относятся, женщина за рулем. А тут прямо снимаю шляпу, капюшон. Своим результатом на площадке Мария осталась недовольна. Зато автоледи стала лучшей в творческом конкурсе. Участвовать будет и впредь. Такие конкурсы дают массу положительных эмоций и заряд адреналина. Чем больше женщин за рулем, уверены королевы дорог, тем спокойнее на трассах, тем вежливее езда и тем безопаснее. Мужчинам есть чему поучиться у прекрасной половины человечества. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.